приветствую вас друзья вы на канале все для клёва у нас очередная рыбалка с подписчиком знакомьтесь это андрей очень приятно и сегодня мы выехали на сутки на рыбалку на днестр на дедушку днестр как всегда дедушки днестру в гости посмотрим какой он будет сегодня щедрый что у нас будет за ульлов и посмотрим как вообще пройдет наша рыбалка вообще андрей как и как себя ощущаешь как рыбак вот по 10 балльной системе шкале если считать есть такое понятие как чайник но чайник это уже должность я считаю пока ковшиком начинающим то есть получается где-то на троечку ну где-то так все значит будем повышать андрея уровень хотя бы до четверочки сегодня а там он думаю и сам по нашим видео сможет добраться и нам выше и выше это хорошо так значит у нас друзья место есть на 6 удилищ 3 андрея будет удилища 3 моих и вместе мы как-то сообразим эту рыбалку саша какая длина поводка сделать длину поводка какую сделать ну смотри мы только приехали на рыбалку еще не знаем в принципе какая длина будет уловистая то есть какой длиной будет эффективно ловиться рыба для этого нужно взять вот у тебя три удилища значит поставить на первую 40 сантиметров на второе удилище 50 сантиметров и на третье 60 да и тогда уже определить потому что разные скорость течения какие-то еще факторы там не знаю солнце ветер луна там все все что хочешь может быть поэтому нужно определять опытным путем я стал там-там-там-там и тогда уже ты поймешь на какую тебе надо если даже это не будет клевать 70 80 90 даже так а может даже и 100 но там уже это при большом течении то есть нужно опытным путем все это дело так андрея ну покажи что то у тебя какой у тебя поводочный материал еще поводок сделать с этого поводочного материала купил магазине по неопытности не знаю сказали что неплохой так 024 миллиметра диаметр 49 нагрузка но принципе нормальный как бы ну просто я тебе советует вот есть джексон например да он 02 миллиметра и 7 килограмм ну да в полтора за на 7 килограмм нагрузка или вот этот флюрокарбончик не как бы лучше из-за того что не виден воде но 25 у него 553 то есть как бы больше тест тестовую нагрузку выдерживает ну смотри можешь взять мой можешь своим использоваться как без проблем понял спасибо надо попробовать и тот и тот ну как вариант что ты будешь делать волосиную оснастку или в обычный вариант хочу попробовать волос почему ну с волосом как по мне то легче отдел пока не клюнет ты можешь не трогать когда одеваешь живых допустим на крючок поможет спать там течение не не знаю его смыть там половинки за единица всякая а волос не знаю как по мне то волос как бы для насадки более надежней что он будет на месте но в принципе с точки зрения надежности я с тобой полностью согласен но то что его нужно менять точно так же как как ты забрасываешь прикормку с кормушкой ее нужно тоже вы доставать и обратно забрасывать это нужно делать почему потому что этот волос насадку горох рыба разная берет тоже пробует и карась и там ляши так далее и она оставляется на себе на этом насадом на этой насадке оставляет свой след и получится так что не каждая рыба еще и клюнет после того когда другая попробовала эту насадку поэтому желательно желательно менять насадку горох именно при каждом забросе то есть минут 15 постоялостность все вытаскивай и перезабрасывай и меняй горох вот с этой точки зрения мне больше нравится именно ловить без волосяной оснастки но хотя на волосяную скажу лучше клюет вот честно лучше лучше клюет немного лучше потому что за счет волоса за счет должна двигается да и она он не колется он тоже нежно берет так берет раз раз хоп укололся оп нет обратно назад то есть он вот этот почему вырастает карп большим до 5 6 10 килограмм и так далее в реке почему его не поймали да потому что он очень такой он очень трусливый вот вот очень он лишний раз не возьмет он попробует а что-то мне не нравится как-то он неправильно плавает или что-то какой-то там острый он или нет что-то не то он уже не подойдет к нему понимаешь отец который килограммовый они раз видят эту насадку хопают как дурные вот и все и вот как дети много саш что тут что-то непонятное какое-то к это кажется вот да я просто добавил еще прикормку вот эту горух чеснок фиш спорт вот такая вот это для чего это сделал вот даже понюхаем она нету а кислятина запах огонь запах огонь потому что горох варился не вчера он уже ферментирован то есть он немножко уже постоял уже начинает прокисать и как мне кажется что карп инстинктивно будет лучше брать именно на такую прикормку ферментированные потому что он сейчас жирует ему нужно быстрее обмен веществ чтобы проходил в его организме то есть все это чтобы быстрее было а вот именно такой будет с ним будет быстрее то есть он грубо говоря съел и сразу же но это как называют вонючий да 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 а прикормку эту я добавил для того чтобы она как мелкая фракция привлекала рыбу с дальнего расстояния усилитель запада да 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 рис варил горох по моему рецепту так сказать по феншую по феншую да ну и мой который ферментированный уже не первый день стоит мягко говоря ему уже где-то 4 дня что 5 дней 5 дней стоит горох сваренный посмотрим кстати какой будет из них эффективнее сваренные сегодня или сварены 5 дней назад уже ферментированный горох дилемма одну хорошенную или две но если сделать две то точно будет крупный карп то есть мелкий клевать точно не будет это наверно лучше сделать как бы на ночь да на ночь да а но чаще будет клевать конечно с одной с одним с одной горошины поэтому решай сам пока один попробуем что да как а на ночь уже ну давай для далеко не нужно если ты видишь вот начинается поворот или изгиб реки видишь здесь и вот он изгиб пошел сюда то есть мы получается тут как как на кругу получается и получается центробежной силой весь корм сносит прямо к первой бровке и поэтому кидать далеко не нужно буквально вот пять метров и достаточно тут вообще бровка вот она что ты понимал вот через два метра уже будет четыре метра 4 метра глубина вот два метра пройдешь то есть можно с руки кидать по большому счету да да давай забрасывай ну все да достаточно вот этот крючок хочу подцепить так он пойдет не подойдет но здесь конечно он большеватый большеватый и тяжелый хотя фирма хорошая голден кетч проблем нет но это ловить только огромных карпов каких-то потому как вот тот карп который сейчас реально здесь есть там до трех килограмм здесь на реке ему будет крючок большеватый это то же самое примерно как будто но пить воду с 3 килограммовой кружки вот человеку то же самое соотношение этого тяжести крючка к насадки к этому гороху который ты хочешь взять вот этому это примерно будет соотношение такое же самое а надо сделать так чтобы карпник чувствовал никаких препятствий то есть вот как он знает что он должен глотнуть там воду через сквозь жабры пропустить вместе с этим и горох это заглотить вот чтобы ему ничего не 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 мешало это сделать а тяжелый крючок будет этому мешать конечно конечно будет ловиться но эффективность конечно будет она была думал чем больше тем лучше крючок ну да а еще есть вариант такой чем дальше бьешь тем краще играешь знаешь это наши футболисты используют такой принцип поэтому они не выигрывают ни хрена ладно кто такие доброе утро друзья мы с андреем продолжаем быть на рыбалке ночью поклёвок не было сейчас еле-еле какая-то там поклёвочка нарисовалась посмотрим что там что андрей вытащит что там идет прось да хорошенький да карас вязать с настей он умеет не во всему научил на youtube научил всему его конечно тина это что-то щенка 2 2 не вот крися тяну еще 5 кг тены кто такое но с почином с почином да аккуратненько не поломает удилища на вишек все наказался умеет все он знает это только говорил что применялся да да карась хороший да красавчик такой тихо 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 прекрасно друзья закипает наша водичка назад так мы сварим с вами овся дочку потому что овсянка это у нас пища богов и очень полезно ее кушать так карпику это хорошо давай давай друзья ну смотрите андрюха хочет карпика поймать молодец не спеши не спеши не спеши фриксончик чуть-чуть расслабь росла фриксон подойди ближе к нему давай не забывай про подсак что ты все должен делать сам на и и не расслабляй так давай-давай подходи туда дальше давай-давай-давай ну правильно подтягивай 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 все заходи сюда не спеши вот видишь там тина чуть-чуть оттуда возьми отодвинь не спеши не спеши давай давай это боль на период давай 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 давай-давай-давай погулять ну вот друзья смотри какой андрюша такой бойкий я тебя поздравляю с карпиком спасибо так вот такой красавица да хорошо и рыба как всегда клюет потому что тоже хочет завтракать так что нет подсаки на тебе мой я посильнее посильнее даже услуг ненее нет ну нет так как станет вообще охотно у не говорят нет да есть есть не такой же на ну вот второй карпик друзья смотрите какой красавец давай посмотрим на что 2 2 груши ну да сносит этот жадненький вот такая снасть донка то есть получается примерно такой же как потап только без кормушки двумя крючками на волшебной оснастки карпик отлично отличный результат те кто не знает как правильно наматывать леску на катушку то вот прекраснейший способ катушку воду никуда она надевается пленку не снял пленку надо не выкидывать в пакетике вот друзья видите какой вариант прекрасный не надо не держать не надо между ног между коленями держать или там на земле оптимальный вариант да андрей очень удобно и при этом нормальная натяжка леска отлично ложится на шпулю чищу бойки да не спеши вот он вот он о есть как-то он оставился его вначале не чувствую вот что встань сюда не заводи его в кину не спеши не спеши не спеши а улит опа тут у меня сута слишком бойкие тузики аккуратненько аккуратненько снял это на волосы да тихо 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 какие молодые зоны да интересуется нашей снастью кормушкой потап и смотрит какой поводок крючочек маленький этот крючок получается гамакатсу f22 10 номер больше не нужно лишь и горох должен быть поближе до 40 сантиметров флюорокарбончика восьмидесятки восьмидесятки тоже держит принципе проблеме да да с течением общения центре туда идет не это просто ветер отсюда от течения то идет все равно но не понятно давайте удачи куда дальше не иди там дальше бровка что там андрей ошибка многих начинающих сетку не закрепил вишу картифантеал до касс ушел и карпадин ушел и и он уже был так сказать почти на выходе вот так друзья нормально крепите сетку для рыбы вот у меня смотрите как закреплено вот он садок мой и длина у него нормальная позволяет нормально рыбе чувствовать себя нормально в садке у Андрея садочек поменьше и тот упал получается в воду из-за этого один карпий один карась уже ушел не совершайте таких ошибок крепите нормально не не карась подлещик да ну друзья начинать открывать подлещик покажи покажи его сделал кстати кстати говоря Андрей сделал на поводок чуть-чуть короче примерно 30 сантиметров до 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 ну такой подлещик хорошо доброе канал все для клёва на рядочках соседей а я смотрю где-то я вас видела я в ютубе вашим подписчикам смотрю лицо знакомые но не могу понять где да да вот мы встретились давно хотел встретиться с вами на рыбалке ну посмотреть ваши снасти мы своим опытом поменяться ну может вы что-то подскажите я вам да конечно конечно без проблем как рыбалка ну вот с утра у нас три карпа и два карася и один лечь на вашей снасти на да да я кстати тоже на них перешел да да все серьезно да могу показать а ну давай а ну давай вот эту удочку колокольчик снимай а ну смотри пацак как у нас вернее садок садок как наш угу что там комары ночью комары дали дали ну нам полегче поставили палатку закрыли ее ага и раз только комары мы в палатку спрятались и все классно а там выше поднимай чтобы не зацепил забросочку ничего нету о кормушка от потапа ребята посмотрите а ну давай сюда ближе посмотрим ага только отводик получается больше на нее поцепили ну тоже как как бы как вариант вот друзья кормушка 100 граммовая вот вот такой длинный да вертвежок и клички клички гамакацию гамакацию да толково ну я рекомендую я вот сейчас тоже ловил до утра вот на такой вариант к оснастке а с утра поставил на волосяную оснастку на волосяную да и вот ты как бы лучше стал отливать попробуйте может у вас получится но ну так если что вы покажете потому что я сейчас покажу вот вот прямо сейчас покажу да если можно без проблем давай значит что надо нужно вот это да смотрю ваши видео и достаточно неплохо работает ну опять же день на день не похожа рыбалка на рыбалку не похожа не всегда ладно короче показываю как нужно связать этот поводок так же берем кусок лески кстати хочу показать удобную штучку смотрите я обратил внимание опа я видел на видео вы его не носите не ищите это самый раз чик отрезал и очень удобно всегда ищу постоянно эти ножницы ищут они должны быть сюда под рукой так и так вот у нас у нас кусок лески на ней здесь вяжем обыкновенный узелочек вот кидать в реку окурки очень плохо не нужно нужно иметь мусорочку и и туда в нее кидать свои свои окурки все висит у нас это вы сейчас отравили блин две рыбы насчитать так сделали вот такую петелечку до лишние отрезали все теперь мы одеваем горошину почему я сразу не вижу вот эту бойловую снасть сразу на ней сначала нужно одеть ту насадку которую ты собираешься одевать и конкретно по ней померить крючок поэтому сразу одеваем горошину есть вот это прочих да все воду зали мы нашу горошину вот он все теперь где крючок даю все посмотрим что за крючки нам предложит наш подписчик у меня есть крючки уже вязаные домокасу с поводками но без отвода и овнеровский но здоровые но я не считаю что небольшие я считаю нормально вот поэтому в этом проблема большие крючки конечно они тяжелые для этого карта если бы картом 6-8 кг до но это овнеровский не причем не сумма что и дома дома к 4 согласен гамакат еще большой я даже все вкусно еще он большой он большой но меньше больше меньше не да не есть маленький но это такой разнобой ничего страшного ладно чтобы новые были ну они новые но вы да вот это хайбуца эти хайбуца ну не вы такие вот ну а это м1 еще меньше вот он вот этот м1 но я не допустим вот это вот хоть нормальный друзья нашли мы нормальный крючок это десяточка нормальный крючок вот его и будем цеплять потом когда на него поймается карп вы обязательно мне потом скажете конечно естественно так продеваем леску после ушка крючка таким образом чтобы горох свисал с тыльной стороны цевья крючка вот так вот получается все подтягиваем его сюда вот примерно на какое-то расстояние чтобы горох вот так вот проходил здесь зажали и продеваем ее сюда в ушку обратно в ушку обратно вот получился у нас вот такой вариант достойно так делаем сантиметров сейчас работает у нас хорошо 40 сантиметров ну вот примерно так все и здесь делаем восьмерочку я вижу по-другому смотрите самый легкий и самый удачный вариант восьмерка вот он и сюда покажи смотри так вот раз потом перекрутил и сюда всунул эту ушку видишь восьмерка пошла все все никуда этот узел не денется никак его не стянуть не порвать ничего самый эффективный узел другие варианты тоже возможно но менее эффективный так молодец еще чуть-чуть еще добивай так рукашки немножко да так правильно видите как тема делает давай давай подмотать чуть-чуть вверх давай так так ну красавец рыбак молодой подрастающий подрастающий поколение ждем когда она упадет смотрите товарищи этого человека встретил первый раз на рыбалке всегда мечтал с ним встретиться дал он пару советов на которые ну стоит обратить внимание немаловажных небольшой крючочек и вот тоненькая лесочка подписывайтесь на канал все для клева ставьте лайки если вы еще не подписались подписывайтесь заходите смотрите приезжайте рыбачьте отдыхайте но не мусорьте как я сделал в речку бросил бычок этого делать нельзя все вот этот класс тема давай молодец орел что там тема тянете чуть-чуть здесь спеши не спеши вот только кстати вот вот буквально только-только закинули и вы ушли и поклевка момент сколько минут десять десять даже не проходит да ну так вот тёмки чуть-чуть лекцион подожми да чуть-чуть подожми его ага вот так все это много вот так давай 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 хорошо хорошо поднимай поднимай его вес не спеши не спеши не спеши и на вот но буквально буквально на ваших глазах мы связали снастку вот она вот сейчас им покажу дядя саша пришел нам показал вот бойловая снасть вот за нижнюю губу не может быть такого понимает я не верю в это ну вот видите как вас остается фактом вот смотрите не клевала не клевала почему покажу и кручу тех самый паршивый который нашел свои артиллерии нет это я как раз нашел вас самый лучший крючок из всех которого снова я считал за самым паршивым и практически вот потому что вас стоят большие крючки убирайте их ставьте вот эти ставьте правильную оснастку и все у вас получится видите фокус еще раз еще раз спасибо подписывайтесь на канал смотрите видео и темка понравилось хоть улыбнулся пацан а то ходил аккуратно смотри подожди стой стой и сюда и сюда иди сюда я покажу как правильно нужно держать карпа хочешь 3 3 возьму карпа вот чтобы он тебя не ушел вот так надо его держать вот вот видишь вот так он тебя никуда уже не уйдет а за этот там вот так лишь а когда ты держишь его просто вот так вот он тебе может дернуться и соскользнуть с рук он скользкий и уйти а вот так он тебя никогда не уйдет вот так и вот так и вот давай давай да бывает такое бывает честно удивлен сейчас переделаем все все переделают я уже сел и закнуть раз поклевку темчик давай заряжать молодец на швани ловит интересно добрый день канал здесь все для клево можно посмотреть да что там ловите на что ух ты так о обычная кормушка производства потап о ребята смотрите наша кормушка очень эффективно и многие рыбаки на ловит уже переходит с макушатника на кормушку потап а макушатник не работает вообще да и далее на что хочешь и на червя и на опарыша и на кукурузу и на горох могу жадники молчат сегодня молчат так более-менее работает было две поклевки карпа вон товарищ мой рядышком взял два карпа такие килограммовые так и карась карана давайте посмотрим поводочек ну мягенький легенький хороший а тут что отвода а волосына оснастка правильно все и крючок такой смотрю бананом но такой немножко тяжеловатый так и горох да да с горохом немножко у нас получилось беда он перестоял у нас ну как говорится ничего рыба любит запах поэтому кисленький такой да пути до кислый и а вы эту же горошину тоже насажите да 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 вот вот отсюда же я возьму стопорочек понятно канал все за клево смотрите да смотрел пару раз хорошие познавательные видео дождающие сюда можно и снасти вязать и как бы понятно ну что-то пожелать зрителям канала подписчикам что-то можете скажите что-нибудь да могу пожелать хорошей удачной рыбалки подписывайтесь на канал все для клёва там многое чего поучить самое главное поучительного не интересного поучительного там александр вас научит и от начала вязать поводки и заканчивая вываживанием достойных экземпляров до трофея трофеев о все спасибо большое спасибо все всего хорошего счастлива это ваша да что тоже на потап и и мое ванну его тарань вот это да друзья смотрите эффективная штука а вот водик вот такой интересный немножко переделанный переделанный ну тоже достойный вариант достойный вариант на дорог слушай а тарань какая огромная ну вообще смотрите ряд работает хорошо мелочь раночка покусилась у нас горох что-то морей хорошенький сделал такой небольшой эксперимент добавил миласу со вкусом кукурузы и вот буквально пять минут вот как такой красивый карасик вот мол на совесть хорошенький нажавку то что надо да друзья миласа миласа работает то есть что хочешь сказать экспериментируйте друзья экспериментируйте на рыбалке постоянно не клюет на дно клюнет на другое в любом случае рыба в реке есть просто ее нужно ее даст нужно ее достать правильно приманить приманить что друзья карповая поклевочка друзья карповая поклевочка друзья карасик хорошенький андрей ну заканчивается наша рыбалка хотелось бы узнать твои ощущения по рыбалке что тебе понравилось что не очень и вообще расскажи что ты думаешь об этом мне понравилось все я как сказать получил кайф чему научился то наверно научился терпению не бежать как как было да там поклевка все бежишь голову сломил там тащишь тянешь там что подсекаешь незачем это делать надо все делать спокойно с наслаждением это думаю что самое главное то что я для себя понял получил кайф не знаю что еще сказать какие там еще вопросы были ну что не понравилось что не понравилось что не понравилось да ну тот же тот же карасик тоже живое существо поэтому сегодня клюет завтра не клюет это такое ну да сегодня же клев сегодня не очень хороший согласен с тобой ну ничего все равно он собой как бы показался дал о себе с утра знать выловили да нормально ну и какие-нибудь пожелания нашим подписчикам пожелания подписчикам ребят получайте от жизни кайф особенно от рыбалки не торопитесь не спешите никуда эта рыба не денется не это так следующее но она будет вашей все спасибо супер друзья заканчиваем нашу рыбалку сейчас допиваем кофе и будем уже собираться чистить рыбу сматывать снасти какие выводы по рыбалке хочется сделать значит мы испытывали горох мой который пять суток стоял кис и Андрей который сделал по моему рецепту да и как бы работает тот и тот карп был и на тот горох и на этот но сегодня вообще какой-то день честно говоря не клёвый а хотелось чтобы было всегда клёво ха-ха-ха-ха напоминаю о том что проводится конкурс на канале все для клёво условия конкурса в конце вот этого видео вверху посмотрите надеюсь будет интересно и примите в этом участие я буду рад друзья если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клёво всем удачи все хорошего пока счастливо друзья посмотрите как Андрей превращается из мужа в любимого мужа вы видите любите своих жен если у вас кухня чиста то от жены голова не больна оооо ты прямо как поэт поэт ха-ха-ха ага молодец хороший ученик слушай спасибо 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 Продолжение следует...